Привет, друзья! Меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипто, и это канал по заработку на криптовалюте. У нас сегодня на обзоре вновь биржа OKX, и будем сегодня с вами изучать очень интересный инструмент, на котором можно реально очень классно зарабатывать с минимальными рисками. Это будет использование инструмента Copy Trading. Сегодня изучим данный инструмент, посмотрим, как правильно анализировать трейдеров, как вообще зайти к трейдеру, как начать копировать сделки. В общем, сегодня все это дело будем изучать, и подробно поговорим про данную вкладку, которая находится на бирже OKX. Но предварительно, конечно, подписывайтесь на наш YouTube канал Бабки на Крипто, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на наш Telegram канал Бабки на Крипто, здесь мы постоянно публикуем полезную информацию, делаем это абсолютно бесплатно, поэтому подписывайтесь и не пропускайте ее. Но мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, сегодня у нас обзор по Copy Trading. Будем анализировать с вами трейдеров, посмотрим, как это правильно делать. Это второй из цикла по обучению по торговле. Ну, как скажем, даже не то, что прям цикл, но просто один из обучающих роликов. Последний был совсем недавно. Вот мы делали OKX боты, заработай без нервов, заработок на торговле. По данной теме ботов мы еще будем разговаривать в дальнейшем. Сегодня мы будем разговаривать о Copy Trading, как это правильно делать, поэтому давайте уже начнем, будем приступать. В первую очередь, для того, чтобы вам в целом изучить этот вопрос, да, начать им пользоваться, использовать в своей деятельности, в своей работе, для заработка, вам в любом случае нужно пройти регистрацию на данной бирже. Опять же, рекомендую сделать это по нашей реферальной ссылке, поскольку мы являемся официальными партнерами данной биржи. И у нас есть очень хорошее условие с крутым ребэком, который вы можете получить за регистрацию. Поэтому там и на спот бонусы, и на фьючерсы бонусы. В целом, для вас это очень удобно и комфортно, ну и для нас тоже дополнительные плюшки. Так скажем, система Win-Win, поэтому, по-моему, тоже учитывайте. В общем, когда вы пройдете регистрацию, пройдете верификацию, QIC там стандартную, подключите безопасность, да, мы переходим во вкладочку торговать. В целом, здесь же находится вкладочка с ботами, но нас интересует вкладка Copy Trading. Мы на нее нажимаем и напопадаем на основной дэшборд, где перед нами прямо сразу же открывается вся движуха по Copy Trading. Опять же, обратим внимание, во-первых, что здесь есть вкладочка с материалами, куда можно перейти, и уже более подробно прям все про это изучить. Здесь достаточно много информации, можете это прям посмотреть. Прям пройти все это руководство, если вам интересно, и в любом случае что-то новое для себя узнаете. Также в этом блоке у нас есть фьючерсные торговые, так скажем, трейдеры, да, которые можно копировать, и есть спотовые. У всех у них, конечно, разный процент, все торгуют по-разному, трейдеры все разные, у них у всех разная статистика. Соответственно, для того, чтобы грамотно их начать выбирать, отбирать, нужно анализировать их, смотреть и сравнивать друг с другом. Опять же, смотрите, какой вам вариант больше подходит. Хотите на фьючерсах, пожалуйста, фьючерсы. Хотите спот, пожалуйста, на споте. Как бы в этом в целом никаких сложностей нет. Давайте сейчас изучим для начала спотовую историю, потому что она менее рискованная, потому что это все-таки покупка актива. Фьючерсы мы там покупаем больше контракт, здесь же мы покупаем актив. Соответственно, у нас с вами есть сразу же обзор, есть ПНЛ по процентам, есть доля прибыльных сделок, активы под управлением, количество копитрейдеров и ПНЛ копитрейдеров. Опять же, вы это сами можете все дело, как говорится, посмотреть и выбрать для себя, как говорится, того, кто вам больше всего подойдет. И при каждом переходе на другую вкладку у вас будет, соответственно, меняться и процентраж, и список трейдеров. В принципе, все будет вообще меняться и смотреться. Это будет все по-разному. Здесь нужно тоже это дело все, как говорится, отслеживать и отсматривать. Если вам интересно отсмотреть трейдеров под активом, да, у кого сколько активов под управление, потому что, соответственно, чем больше у людей активов, тем, ну, можно сказать, что он более безопасный, можно сказать, что он более профессиональный, экспертный. И в данном случае выбрать, к примеру, трейдера. Но не забывайте, друзья, что у каждого трейдера у него ограниченный пол участников. В данном случае у трейдера Алерт Бип Джекал. У него 2000 участников и занято 1998 место. Двое отписались. 1998 осталось. Соответственно, из 2000 можете подписаться, в принципе, и на него. Давайте сразу мы здесь видим активы под управлением. У него 700 тысяч долларов практически находится в управлении. Доля прибыльных сделок у нас 54%, 44%. Стандартный 50 на 50 он, в принципе, работает. Но мы все знаем, что спотовые ордера, спотовые сделки, они менее рискованные, нежели фьючерсные, да. Здесь, по сути, вот эта вся история прибыльных сделок, она больше, наверное, к временным каким-то рамкам идет, да. Поэтому здесь нужно тоже грамотно это все дело отслеживать. И мы с вами зашли в активы под управлением. Вы можете, соответственно, выбрать, вот, к примеру, доля прибыльных сделок у кого она больше. Вот у нас есть трейдер в управлении всего лишь 9 тысяч долларов, ну, 10 почти, да. У него 72% прибыльных сделок. Соответственно, если бы у него там было в районе 700 тысяч долларов, то, скорее всего, процент был немножко иной. Вот, к примеру, под управлением 1300, вот, к примеру, под управлением, там, 905. Ну, в любом случае, они торгуют, они работают. У всех есть свой P&L за год. И всю эту информацию можно с вами отследить. Вот данный трейдер торгует всего 32 дня. Это достаточно маленький срок. Его бы выбирать я не стал, если бы я отслеживал, опять же, трейдеров. Каждый с чего-то начинает, и, возможно, данный трейдер будет успешен. И, возможно, сможет вам принести какой-то доход. В целом, выбирайте непосредственно по, как вам хочется. Здесь, опять же, доли прибыльных сделок я бы выбирал. И активы под управлением я бы на это тоже внимание обращал. И уже в третью очередь я бы смотрел на PLN-процент. Это, конечно, история тоже очень важная. Но мы должны понимать, что человек должен быть максимально экспертный, профессиональный. Чем больше у человека денег, тем больше у него риски, тем больше у него ответственность. И, соответственно, тем серьезнее, ну, как, на мой взгляд, будет трейдер. Вы, конечно, можете выбирать, исходя из данных процентов, да, и выбирать исключительно по процентам. В целом, допустим, FEMBAPE, вот это, да. У него достаточно неплохой, там, 200 тысяч долларов, грубо говоря, да. Давайте округлим. Ну и, соответственно, 176% годовых. Это очень хороший процент. Поэтому, в целом, можете выбрать его. Я никого не рекламирую, я в рандоме нахожу этих трейдеров. Вот при вас, как бы, никто, никого, никто, как говорится, нам, к сожалению, не оплачивал. Ну и, соответственно, это по споту мы с вами посмотрели. И по фьючерсам, там немножечко иная история будет. Здесь есть еще вкладочка местные трейдера, да, там, где у кого... Ну и, в принципе, по активам здесь тоже самое можете посмотреть. У кого какой актив, кто как-то работает, с какой суммой. Вот, к примеру, 16200 активов под управлением. Мощно, достаточно для фьючерсной торговли, да, большая сумма, реально. Также здесь доля прибыльных сделок присутствует. Здесь уже каких-то таких заоблачных цифр вы не увидите. Но, вот, единственное, вот, возложенного трейдера, у него PLN достаточно неплохой. Ну, торгует всего 8 дней, доля прибыльных сделок 100%. Сильно, достаточно сильно, но он торгует всего 8 дней. Поэтому здесь, в этом плане, нужно использовать несколько вариантов аналитики, да. То есть, смотреть на долю прибыльных сделок, смотреть на активы под управлением. И смотреть на PNL в процентах, чтобы вам тоже было это дело интересно. Чтобы вы действительно могли на этом зарабатывать. Ну, что люди все-таки торгуют очень хорошо, в принципе, да, если в общем брать. И достаточно неплохо с ними можно будет зарабатывать. По фьючерсам тоже самое можете посмотреть. Доля есть и активы под управлением. И время, стаж этого лид трейдера на АКХ в днях. То есть, целый год человек работает. Это очень круто. Чем дольше работает трейдер, тем результаты его, конечно же, лучше. Как же добавиться к этому трейдеру? То есть, что нужно сделать, чтобы в целом начать копировать его сделки? Вот, к примеру, мы зашли на спотовую сделку. Да, мы хотим выбрать. Ну, вот понравился нам вот этот фирм Баппе, да. Мы на него, соответственно, заходим. И здесь вот справа сейчас появится... Вот здесь должна появиться кнопочка копировать. Вы на нее просто нажимаете. В первую очередь, для того, чтобы наблюдать, вы можете в принципе нажать. И будет подписка оформлена. И в целом вы сможете начать копировать его сделки. Здесь вот кнопочка копировать. Если же у вас не получится это сделать, то, конечно же, бегите в наш телеграм-канал Бабкина Крипта. Заходите, вот здесь находите в профиле чатик. И вы можете в чате писать. Мы здесь как бы частенько общаемся, беседуем, отвечаем на вопросы ребят, которые находятся в чате. Поэтому тоже не стесняйтесь. Заходите, спрашивайте. Маля, что-то не поймете с ролика, непонятно будет. Опять же, своим языком объясняю. Без каких-то сложных терминов. Переходите, спрашивайте. Не забывайте тоже, что тележка у нас есть, чатик есть. Все, можем подсказать, рассказать. Перешли, начали копировать. К примеру, вот выбрали вот этого данного трейдера. Вам в любом случае нужно его еще больше изучить. Мы заходим уже на него конкретно. И здесь уже смотрим. За год, за неделю, за 30 дней мы видим, что за месяц он заработал меньше. Он ничего не заработал. Минус 3%. За 90 дней у него плюс 12%. Неплохо. За 7 дней у него минус. То есть, в целом, как бы, сами понимаете, трейдинг это ситуация нестабильная. И, как бы, если за 30 дней он ничего не заработал конкретно. Но за 90, за квартал он поднял 12%. В целом, неплохо. Он просто банально здесь закупился. И еще до сих пор, как бы, находится в позиции. Грубо говоря, не продал. Возможно, в этом весь прикол. Соответственно, у него, возможно, такая статистика и имеется. Также у них есть еженедельный в процентах P&L. И можете то же самое P&L просто по сумме посмотреть. По предпочтениям криптовалют у нас, у данного трейдера, ничего практически нет. Есть общие данные, текущие и все остальное, копитрейдеры. Все это дело можете изучить. Обязательно смотрите процент, который здесь есть. Но, в любом случае, когда зайдете, вы здесь увидите. Будете наводить на строчку. И она вам будет показываться, что это означает. Вот, к примеру, не лид трейдер. Это стаж этого лид трейдера на ОКХ в днях. Активы. Соответственно, сколько активов. Аум. Это сколько активов под управлением. Текущий P&L тоже самое. Копитрейдеры. И коэффициент разделения прибыли. Это 10%. Процент вашей общей прибыли от копитрейдинга, получаемый лид трейдером. То на этот момент обращайте внимание. Обязательно смотрите. Это тоже должно вас, в принципе, устраивать. Это должно вам быть интересно. А так, в целом, наверное, по копитрейдингу. Все, что я сегодня вам, в принципе, хотел сказать. Я вам в целом рассказал. Рассказал я вам про аналитику. Как это правильно делать. Как анализировать. Как смотреть. Куда смотреть. Куда заходить. По сути, ничего сложного в этом нет. Заходите. Смотрите. Изучайте. Начинайте копировать. И вы сможете на этом зарабатывать. С минимальными рисками. По крайней мере, невотрепки у вас никакой не будет. Вы лично сделки открывать никакие не будете. Это будет делать, соответственно, трейдер. Но обязательно ориентируйтесь на риски. Исходите из них. Ну, просто вы должны понимать, что они здесь в любом случае есть. Спотовые сделки. Фьючерсные. Без разницы. Везде свои риски. Просто где-то больше, где-то меньше. Но риски всегда имеются. Ну, а я вам вновь рекомендую подписываться на наш YouTube-канал Бабкина Крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Меня зовут Марк. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Хорошего дня. Отличное настроение. И самое главное, друзья. Не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok